Всем привет! Август месяц, это пора полным ходом консервации. Я сегодня вам хочу показать закрутку перец в сладкой томатной заливке. Этому рецепту, наверное, 100 лет, потому что бабушка делала так, мама делала, и я так делаю. Но в прошлом году я внесла новшества, потому что мама и бабушка делают классический рецепт в плане красный томатный сок и желтые красные перцы. Но я сделала так. В прошлом году попробовала, мне очень понравилось. В качестве томатного сока я использовала помидоры сорт Загадка природы. Это бикалорные розово-желтые. Великолепный, красивый получается сок. Просто глаз не оторвать. А в качестве перца я использовала перец сорта Рамира. Отличный перец. Чем он отличается от обычного? Имеет тонкую стеночку, максимум 2-3 мм. Очень сладкий, хрустящий. Великолепный сорт. В этом году буду делать с красных. Также буду делать с желтых. Это тоже перец Рамира, только желтый. Очень вкусный перец. И в этом году еще буду делать с перца Айварский. Тоже стеночка чуть-чуть потолще. Примерно, наверное, будет 5 мм или 4. Тоже очень вкусный и очень сладкий перец. Вот. Это Айварский. И попробую еще также сделать с Маркони. Он тоже тонкостенный и тоже очень вкусный. И именно такое сочетание сортов овощей великолепный получается вкус. Я советую вам приготовить рецепт, тем более он очень простой. Итак, начнем. Полный рецепт этой закрутки я напишу и оставлю под видео. А сегодня я буду просто делать половину нормы. Для этого понадобятся томаты, из них я сделаю сок, перцы, уксус 6%, сахар, масло, перец горошком и пару душистых перцев. И, конечно же, стерилизованные банки. Продолжение следует... Сладкие перцы я подготовила. Для этой консервации лучше брать цветные. Это будет очень красиво смотреться в банке. Подготовила сахар, масло без запаха и перец горошком, и перец душистый, несколько штучек. Также понадобится 6% уксус. У нас довольно-таки часто продают только 9%. И чтобы получить 6%, здесь очень все легко и просто. Наливаете 130 мл 9% уксуса. Ну, если рассчитать, конечно, правильно взять 133 мл. Но никто здесь это вымерять не будет. Это не так уж и важно. Значит, 130 мл 9% уксуса наливаете и доводите до отметки 200 г водой. И у вас получится 6% уксус. Томатный сок у меня уже готов. Так как томаты мясистые, сок очень густой. Я уварила буквально 10 минут. Этого будет достаточно. А вы смотрите сами. Если у вас томаты водянистые, то, конечно, уваривайте дольше. Я добавляю подсолнечное масло, томатный сок, сахар, перец горошком. Все хорошо размешиваю. И вливаю уксус. И ждем, когда закипит. Томатная подлива закипела. И постепенно добавляем перец частями. Не надо весь закладывать частями. Помешало. Так, можно еще добавить. Чтобы, знаете, смотрите, чтобы он плавал. Сколько должен провариваться перец в томатный залив. У меня перец тонкостенный. Поэтому достаточно до 5 минут максимум. Если, конечно, будут уже толстостены, то смотрите сами. Конечно, будет времени подольше. Но главное не упустить момент, чтобы перец не развалился. Упустила такой момент, что нужно присолить. Я на полпорции присаливаю примерно 3 щепотки. Я не измеряю. Все на глаз. Перец готов. Он уже стал мягким. Но в то же время упругий. Не разваренный. Банка уже стерилизована. И аккуратно закладываю перец. Нужно стараться брать разноцветные, чтобы в баночке красиво смотрелось. Сейчас главное уложить перцы. А сок уже можно долить будет в конце. Когда банка почти наполнена будет. Перцы я уложила в банку. И уже остальное аккуратно заливаю томатным соком. Немножко стекало из банки. Все. И закручиваю. Все. И получается такая красивая закрутка. Перцы первую партию я уже в баночке заложила. Томатный сок еще остался. Томатная заливка. И я опять сюда же добавляю новую партию перцев. Опять провариваю и закладываю в банки. Добавляйте до тех пор, пока томатная подливка не закончится. Вот уже остаточки. Я еще добавила сюда 3 перчинки. И довариваю. Перец в томатной сладкой заливке готов. Посмотрите, какая красота получается. Мало того, что это красиво, это еще и очень вкусно. Баночки нужно будет перевернуть и накрыть теплым одеялом. И такая консервация спокойная стоит в квартире, то есть при комнатной температуре. Обязательно приготовьте, попробуйте. Я думаю, вам понравится. Готовьте с удовольствием. А я вам желаю всего самого хорошего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok